привет друзья это олег молчанов и сегодня я хочу предложить вашему вниманию новую тему я немножечко расскажу об основах фреймворка flask на примере блога но прежде чем мы перейдем к основному к основной части нам нужно проделать некоторую подготовительную работу во первых я хочу вам сказать что я буду использовать виртуальное окружение virtualenv на эту тему я описал один раз уже скринкаст ссылку на него дам в описании к видео во вторых я буду использовать базу данных mysql если вы являетесь пользователем операционной системы windows то у вас есть хорошее пакетное решение которое называется open server гуглите скачиваете устанавливать там все это есть вам предстоит создать базу данных которые мы будем использовать в этом приложении материала на самом деле в интернете достаточно много вам годится любой по wordpress потому что wordpress использует как раз mysql и вся эта тема довольно подробно практически всеми уже разжевана о том как создать базу данных через php my admin как придется open server все это есть так что проблемы здесь быть не должно проблема будет у пользователей скорее всего бунта и минта и вот сейчас я хочу вам показать как я буду устанавливать mysql в терминале я ввожу sudo apt-in-get install mysql сервер enter ввожу пароль администратора придется некоторое время подождать пока он будет устанавливать вот у нас появляется такой вполне досовское окошечко и он нам предлагает здесь ввести пароль для пользователя root пользователя базы данных я хочу обратить ваше внимание на это что это пользователь базы данных то есть это не системный администратор да не администратор системы операционной это я именно пользователь базы данных и пароль я устанавливаю простой поскольку это мой домашний компьютер и тестовой базы данных единичка enter повторяем пароль опять единичка enter и вот теперь нужно немножко подождать так он установил теперь я создаю базу данных ввожу в терминале mysql defice u от слова user и ввожу название моего пользователя базы данных при установке это root defice p от слова password ну то есть пароль ничего не ввожу нажимаю enter и вот теперь ввожу пароль была единичка нажал enter вот я оказался внутри консоль мне показывает что я в mysql теперь давайте посмотрим какие базы данных у нас есть databases 4 созданные базы данных и мне нужна для моего приложения своя база данных делается это путем использования команды create database и затем я должен указать название базы данных это будет test1 название вроде бы на этом можно остановиться поставить точку запятую нажать enter и он создаст базу данных однако у этой созданной базы данных будет кодировка по-моему свежи шлеттен почему не unicode я этого не знаю но факт есть факт поэтому по какой-то причине мы должны явно указывать какую кодировку будем использовать в нашей базе делается это путем использования слов character команды set устанавливаем utf 8 и следующий параметр мы указываем collate collate это так сказать способ сравнивания и поиска сейчас я поясню что это такое я пишу utf 8 нижнее подчеркивание unicode нижнее подчеркивание ci ci это регистры независимое сравнивание и поиск то есть когда я ищу что-то в базе данных поиск будет осуществляться вне зависимости от регистра есть еще вариант bin это регистрозависимое сравнивание и поиск но мне это не нужно поэтому я указываю ci ставлю точку с запятой enter и вот он мне говорит о том что запрос выполнен нормально все можем посмотреть базы данных опять и вот мы видим что появилась тест 1 база данных на этом все exit точка запятой enter вышли создам папочку для проекта общая папочка flask назову ее здесь я открываю консоль и создаю виртуальное окружение для проекта команда virtual env и название окружение v-env это мое стандартное название у нас оно может быть любым некоторое время ждем теперь чтобы его использовать нам нужно его активировать давайте для начала посмотрим что у нас установлено глобально и freeze вот сколько всяких пакетиков у меня установлено глобально теперь я буду активировать виртуальное окружение source команда обращаюсь к папке v-env внутри нее есть и в ней внутри в ней лежит скрипт активейт запускаю этот скрипт и вот он мне показал что виртуальное окружение v-env активировано если я здесь введу pip-freeze пакет то я ничего не увижу чистая совершенно среда изолирована от моих глобальных настроек пакетов хорошо теперь я создаю еще одну папочку app где будет лежать непосредственно на сам проект с фласком то есть я придерживаюсь такой структуры виртуальное окружение у меня вынесено за папку с проектом в папке с проектом обычный гид репозиторий и все файлы относящиеся к проекту поэтому мне собственно нет резона и нет необходимости строгой папку виртуального окружения держать внутри проекта еще одна вещь о которой я хотел бы вам напомнить и в качестве подготовительного такого этапа она нам весьма подойдет все файлы с расширением py все скрипты которые мы писали раньше telegram-боты с парсерой там какие-то скрипты для работы с вконтакте все это в терминологии python это модули из этих модулей мы можем импортировать в другие свои скрипты нужные нам объекты переменные функции классы ну любые объекты вот примерно таким образом сейчас я чисто для иллюстрации создал файли config.ui здесь пусть будет переменная name с каким-нибудь содержанием например что Олег сохранил и другой скрипт создал с именем 1py в котором в которой я импортирую переменную name из файла config делается это как вы наверное знаете через использование from config то есть config это файл config.py вот который только что сделал только без расширения import name импортировал переменную name и это я могу теперь ввести на печать вот как мы видим мы импортировали переменную и спокойно ее использовали внутри другого скрипта вот эту особенность я буду использовать постоянно на протяжении всей серии все это теперь можно удалить и еще я хотел обратить ваше внимание на то что вот я создал виртуальное окружение и в путях к папке с виртуальным окружением у меня нет кириллических символов в одно время я не знаю как сейчас virtualenv ругался на это дело и не создавал виртуального окружения поэтому от кириллицы пришлось отказаться в путях совсем если у вас вдруг virtualenv закапризничает и не захочет ничего сделать то скорее всего проблема будет именно в этом то есть целесообразно избегать использования кириллицы в путях к проекту и виртуальному окружению вот я уже видео вон вон как как вон вон это вон вон Продолжение следует...